кто-то вышел за дверь не дождавшись звонка и пошел по маршруту конька-горбунка и чего-то искал и чего-то хотел говорил и кричал а потом обомлел чудеса кругом и и и и и и и и Каждый видит, каждый знает Каждый понимает Многое не повторится вновь Кто-то двери открывает И не забывает То, что не кончается любовь Деревянная дверь А за дверью окно За окном был экран На экране кино Победитель ликует Побежденного жаль Черно-белая быль И цветная гуаль Чудеса идут Чудеса кругом Чудеса идут Чудеса кругом Чудеса кругом КОНЕЦ Ну вот такая вот песня. Вы иногда, когда играете, у нас камера даже фокус не сбивает слои на пальцах. Вот, видимо, в детстве на футбол у вас времени вообще не было. Нет, кстати, в детстве баскетбол был, хоккей был и яхты были. Вот так. Нам все было время. Вас не заставляли играть? Нет, ну это как-то все, я не знаю, до тех пор, пока рок-музыки не появилось. Было вот все, как-то успевал. Нет, меня не заставляли. Сами добровольно сдались в музыкальной школе? Ну, мне не нравилось первые два года, а потом уже как-то я понял, что от пианино до гитары это один шаг. И все это не взаимоисключающие вещи, а наоборот взаимодополняющие и одно другому в помощь, как бы. Вот. А дальше как потом в консерватории? Нет, у меня был, как это называется сейчас, музыкальный колледж. Ну, то есть музыкальная школа, потом колледж музыкальный. Но параллельно тогда эстрадных отделений, как таковых, они еще... Я, в общем-то, до начала 80-х годов... В 80-м я, по-моему, поступил. Вот. И тогда как-то... Ну, короче, я поступил на классическое фортепиано. При всем при том, что рок-н-ролл у меня был в жизни, как бы, очень значительной частью. Но на эстрадном отделении джаз педагогов особо не было. Это вот Архангельск. Вернее, они были, но не на фортепиано. То есть педагог по фортепиано был хороший. Он, как бы, Московская консерватория, у него была аспирантура. И вообще... Тут много записей осталось на московском у него. Ученик Сафраницкого. Вот. И поэтому меня как-то он вдохновлял. Ну... А эстрадными и рок-н-ролльными вещами я как-то уже сам. Ну, в музыкальном училище у меня, как-то сказать, три года... Два с половиной года прошло. Так, эх... Ну, то есть... С музыкой было все хорошо. Но плюс к тому, что вообще музыкантская жизнь, она... То есть параллельно там были какие-то выступления, вот... Ресторанные, то есть... Потому что джаз тогда только в ресторанах игрался. Да, собственно, и рок, и все. В советское время. И... Как-то сопутствующие всем этим вещам, вот... Такому образу жизни, меня, в общем, привели в армию. То есть доучиться я не смог, потому что меня отправили просто в армию из соображений, чтобы я перестал увлекаться такими вот дионисийскими всякими вещами. Ну, то есть вино, девушки там и прочее, вот это вот все было в таком количестве просто, что я уже не мог остановиться. Меня отправили просто в армию, сказали, и лучше иди туда. То есть там тебя остановят как-то, может быть, это... Ну, вот два года я как-то на кубанских полях прослужил и вернулся. Потом все пошло в новом, как бы, на новом витке. Там уже перестройка, рок-н-ролл там и все, и джаз-рок, и своя группа, там, фестивали в Ленинграде и так далее. Ленинградский рок-клуб, там, Архангельский рок-клуб, поездки по стране. Работаю там в Ленинграде тогда, назывался он. Потом за границей фестивалей было несколько, в Швеции, в Польше. Ну, и вот таким образом. А как вообще вы в Москву перебрались? Ну, вот, дело все в том, что на самом деле у меня не было цели покорять что-то там и делать карьеру. Как-то жил я и жил. То есть все меня, в принципе, устраивало, как сказать, был период еще такого, как бы, духовных исканий там, совершенно отшельнические какие-то годы, там, три года, когда я вообще не занимался музыкой. И поэтому у меня было самодостаточное, так это все с миром, гармония полная. Ну, как-то так получилось, что как раз в среде вот этих духовных общений мне предложили просто поменять свое жилье. В Северодвинске я жил, на Белом море, город такой, рядом с Архангельском. Ну, поменять жилье на вот, на Ближнее Подмосковье. Ну, я подумал, подумал. В принципе, у меня, у нас в первом составе вот группы моей нечто, это, то есть, мы играли арт-рок, такой вот, восемьдесят девятый год. Это вот в Питере, в Архангельске. У нас даже участвовал бас-гитарист группы «Арсенал», впоследствии, Алексея Козлова, такой Евгений Шариков, то есть очень хороший музыкант, просто потрясающий. Вот, и я к нему, бывало, ездил в гости, как раз в 2009 год, он только, а он служил у нас в Северодвинске военно-морском, как бы сказать, доме офицеров, музыкантом. И вот только мы, значит, сыграли на фестивале с ним, и он демобилизовался, приехал в Москву и пригласил, как сейчас помню, Пинг Флойд тогда первый раз приехал к нам. И вот он купил билеты, и мы как раз втроем играли. Такое трио у нас было – барабаны, бас-гитары и клавиши. И пошли вот на концерт просто. Это было, конечно, здорово. Потом как-то вот попробовал я с ним тут поработать в театре. Они собрались уезжать в Америку, а мне что-то не хотелось. Так получилось. Но это было еще очень давно. То есть это было 10 лет до того, как я перебрался со всем. А мы сейчас говорим о периоде, когда я уже… Ну, перебрался я в конце 90-х, в 97-м, по-моему. Вот. И поработал в колледже музыкальном тут с очень таким интересным названием моей должности. Сначала я работал инструктором по рок-н-роллу. Просто был директор очень… Очень с таким свободным творческим… Свободными творческими взглядами на учебные процессы. И вот, собственно говоря, поэтому я там и работал. Делал какие-то аранжировки для… Очень необычное сочетание инструментов дети. То есть играли там пять ксилофонов, три флейты, еще ударные перкашин там конга, бонга, пианино. Вот для таких составов. Интересные у них. То есть подход был… Как же композитор… Забыл я композитора. В общем, из минималистов кто-то… Витка уже такого 90-х годов. То есть у них очень такой обмен с Германией. Они постоянно… То есть дети из Германии приезжают… Приезжали сюда. Дети из этого колледжа туда. И, в общем, как-то это все было интересно. Но длилось это недолго. То есть проработал я лет пять или шесть. И колледж этот расформировали, в общем. И как раз в это время меня пригласил… Миша Соколов, Михаил Петрович. Такой коллектив «Блюзмейкерс». В «Форте», как сейчас я помню, я пришел послушать. Отделение такое было с духовыми. В «Форте» я бывал. Там как раз вот работал Женя с Арсеналом. С Козловым. С Алексеем. Ну вот я думал… В принципе, до этого я как-то… В общем-то я не сайдмен. У меня всегда была своя группа. Как бы я собирал свою музыку всегда. И свои песни там, и слова, и музыка. Ну тут я подумал, что это не самый неприятный вид заработка. Так скажем. И кроме того, «Блюз» у меня всегда в моей жизни занимал очень большую часть жизни. Не скажу, что главную, но очень существенную. То есть вот… И поэтому, как бы я сразу ощутил такой от Петровича, такой первобытный такой драйв до гармошки. Такой мастодонский, такой вот настоящий. Ну, думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать работать клавишником. И как-то вот… Сколько уже? Восемь? Больше восьми лет. Это все длится. Собственно говоря… Ну, параллельно у меня и есть какие-то выступления свои. И сейчас вот еду на фестиваль тоже «Архангельс Блюз» международный. 2011. Очень много там американцев, французов. Интересно. Норвежцы будут в мае. То есть там вот своя программа. Ну, периодически выступления есть. Мало, правда. Ну, вот. Потом еще сейчас пришло вот приглашение на эти самые, на «Пустые холмы». Да там совсем с такой программой, которая у меня была вот 15 лет назад. Именно «Арт-рок». Я вот в раздумьях тоже. Это вот «Арт нечто». Ну, вот такие дела. Ну, я говорю, что это… С одной стороны, если бы это был бы просто заработок, который… Я не стану заниматься музыкой, которая мне не нравится. То есть… Вот. Потому что были предложения разные. Ну, если меня это не вставляет никак вообще, то есть… Это музыка, которая, в общем, в моей жизни имеет место быть, как бы я люблю с люблю и уважаю там с 70-х годов. Вот. Ну, и… Всякое бывает, конечно, но в целом, если вот так это длится 8 лет, уже 9, то, наверное, это неплохо. Все. Мягко говоря. Да. Просто получает, но Хаил Петрович ему, конечно, и так, в принципе, самодостаточен. Да. Хаил Петрович, потому что он, как… он же такой, как сказать, в хорошем смысле, как дерево такое уже… Ну, дуб в хорошем смысле, который… Корни у него здесь распущены, такие блюзовые везде, как бы он очень твердо стоит. И человек доброго нрава такого, и располагающий к себе, и с харизмой. Ну, и тянется… тянется к нему народ, видимо. Ха-ха-ха. Может, вы еще чуть-чуть сыграете? Играю. Ну, я, наверное, не буду играть музыку, то есть, такую сложную, которая… В принципе, с одной стороны, как вот… Вот разговор о жизни, например, то, что у меня сейчас вот происходит, то есть, то, что приходит, и идет там… Песня, музыка, в чем ты находишься сейчас, то и как бы и хочется сыграть. Ну, в общем-то, я как раз вещь, которую играл, вот эта вот… Она достаточно может быть сыровата, но вот я просто сейчас в этом нахожусь. Здесь находился, поэтому сыграл. Сейчас, может быть, ближе такое к блюзу старое, попробую сыграть. Но оно тоже русскоязычное, достаточно такое простое. Люди на улицах, люди на улицах, кружатся осенние листья. Если я доживу до завтра, Боже, дай мне сыграть эти буги-вуги. Да, ты да. Выдкий-вуги. Дай мне怎麼 отправляются. Мне building ухожих. Боже, вохожи. Выдкилдь, в Hiç много говорится. Да, ухожи. По принцам. По мастерам, месте я. Так же, вы узнаете дорогу, ехо же любов, триск disco. ну просто такой такая жесткая привязка именно к кимиджу блюзмена может быть это это вот его останавливает потому что насколько я знаю вот как произведение которое мы играли то есть она такая баллада лирич и лирическая достаточно просто блюзовая публика может воспринять это уже как вот петрович уже играет не блюз поэтому и видимо он так очень дорожит именно мнением тех кто считает его только как блюзмена поэтому ну не знаю тут дело в выборе человека если мне например совершенно музыки разноплановой много всякой у меня нет какой-то привязки к какому-то стилю такому ортодокса ортодоксально так ну как правило концерты проходят в в архангельских клубах то есть там здесь последний раз сыграл я осенью это был свинговый бум но там тоже программа такая блюзовая свинг блюз буги вот такого плана у меня есть как бы вот называется ок азия проект и нет хорошо воспринимают народ также танцует а вот то что касается фьюжн арт-рок и вот то есть это уже более узко узко направленная сфера где так скажем у меня как оценка такая что вот то что мне вот а мне вот мне интересно то есть если искренне делать то что тебе интересно то интересно будет таким же людям как ты как ты как бы и мне в принципе достаточно там спускай 100 человек там 50 но это именно взаимопонимание то есть такое вот когда чувствуется что интерес есть но не бывало такого чтобы там совсем пусто 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 вот все таки музыка она должна как-то знаю как-то с одной стороны там ложь возвышающий обман но можно и без и без и без и без лжи просто как все без обмана мне нравится музыка то что это такое которая как-то расширяет расширяет к сознание там расширяет мир любовь и свобода тут ситуация такая что раз на раз не приходится в большинстве случаев я говорю что играть приятный сама отдача то есть есть когда концерт хороший иногда не не очень большей степени конечно знаком плюс наверное это все-таки больше развлекательного плана музыка хотя в хорошем смысле не такой как бы совсем поп никуда не годный настоящий стоящий настоящий же блюз и джаз изначально это же развлекательная музыка поэтому все все на своих местах но тут и играется музыкант хорошие играется все с драйвом все достаточно искренне то есть в том плане что владение инструментами и людям нравится играть то что они играют и это самое главное ну тут наверное любой человек выберет первое здесь все таки за чай человек живет то есть он должен как-то для каждого же уготован все-таки его какая-то дорога то есть как бы планы там наверху на каждого человека там быть каким-то имитатором там или или сказать или пройти свою дорогу то есть это же наверное естественный ответ вопросе наверно так как вообще сейчас ну музыка ведь давно мальчишки там еще и советское время и сейчас как вообще живется музыкант который не тратит себя на скучную работу а жить трудно вообще жить трудно нет тут есть у тех кто ходит на работу с девяти до шести у них есть стабильность как бы и собственно говоря какая-то застрахованность хотя я не могу не могу с точно что утверждать застрахованность застрахованность в каком-то таком будущем то есть здесь все очень как приключение происходит и то пан то пропал то есть то канава то горка что если ты себя ведешь преданно то есть если ты действительно в музыке если ты любишь это настолько что для тебя действительно это вот то что оно вот оно вот оно и есть жизнь то свои как бы бывают всегда награды и радости и мне кажется что это намного лучше чем такой размеренный образ жизни ну хотя у каждого по разному то есть я с уважением отношусь к людям любых профессий то есть и вообще все люди хорошие изначально то есть просто там есть бывают привычки плохие а люди все хорошие и у всех есть шанс на счастье то есть в любой сфере ну да это было но это было давно это когда собственно говоря вот у меня мама как доктор врач и ей всегда хотелось чтоб я именно пошел вот по ее папа инженер-электронщик но он ничего не хотел но просто ну они с пониманием всегда относились вот к моему собственно говоря я благодарен к поощрению занятий музыкой да когда было проще наоборот тебе и сейчас когда уже вот все можно и нужно делать что угодно или тогда когда какие-то преграды ну времена я думаю они всегда одинаковые это так то есть просто в то время там советское были свои радости сейчас свои в том плане конечно что больше свободы сейчас для реализации то есть тебя никто не вызовет КГБ или еще хуже что-нибудь то есть в принципе сейчас в этом отношении конечно как и во всем мире у нас но в советское время был свой авантюризм были какие-то свои такие вещи которых в мире не знают то есть поэтому это тоже плохое оно забывается как бы вот а хорошие какие-то вещи такие совершенно они остаются и память она сохраняет именно хорошие и поэтому времена для меня как-то одинаковые и не не все как-то что на западе не знает играть через какое-то время он играет огромные стадионы миллионы фанатов он везде любит и ценит вообще конечно вот в этом отношении такая музыка конечно и блюз и джаз это да это тут есть такая ошибка немножко те кто занимаются этим в россии это немножко так видимо у них какая-то карма была с той жизни что они наверное жили все-таки там в америке или там играли когда-то вот это вот потому что там совершенно по-другому просто есть уровень даже может быть тот же самый может даже и человек здесь играет просто я знаю там гитаристов и Петрович тот же если бы это было все в америке то конечно было все по-другому то есть у них но видимо судьба такова что надо здесь что-то сказать такое что если человек не хочет бросать ни блюз там ни джаз ни рок значит он должен здесь что-то сказать такое что в россии имеет смысл то есть то есть это не бессмысленно и труд все-таки ну что вот так вот несмотря на то что все так происходит что там какие-то огромные залы не суперпопулярные если если брать со стороны если смотреть на вопрос со стороны там маркетинга шоу-бизнеса такого деляги то конечно задуматься стоит но с другой стороны почему люди играют это в первую очередь потому что они начинают играть и и они как бы музыка захватывает то есть они находятся в каком-то состоянии то есть изменен то есть им это нравится то есть сам процесс если человек если человек интересует больше результат тогда это его проблемы с одной стороны конечно золотая середина в идеале тот кто занимается тот кто успешен и в деловом отношении и в творческом это честь и мои хвала это идеал то есть но так будь радостен тем что тебе есть такая возможность играть находиться в этом состоянии и еще даже тебе деньги платят какие-то за это ну а слава да родился если здесь то здесь и делай что-то когда вы говорили было предложение уехать в Америку вы понимали вообще что вот если вы туда поедете то все будет совсем по-другому что выйдет гораздо лучше у меня как раз тогда вот близкий человек это девушка 89-й год с которой мы так это самое дружили она как раз вот уехала в 89-м году было было очень такое собственно раздумья потому что и потом ну как-то вот меня не знаю просто у меня такое мнение что надо или родиться там или даже когда мне было 2026 не было то есть мне кажется что это уже поздно ну во всяком случае мне не хотелось никогда в таком возрасте перебираться и жизнь там делать карьеру или что-то там такое потом но не знаю у меня такая ментальность что я думаю на русском вот поэтому тоже с одной стороны я понимаю теоретически тех кто поёт в России на английском то есть это кто хорошо знает и кто думает на этом языке а кто не думает думает на русском поёт на английском это немножко так это просто получается только что голос как инструмент то есть и ты какой-то мистической не несёшь ничего в момент исполнения если ты не думаешь на этом языке вот но законы жанра с другой стороны действительно она англоязычная изначально тема тема такая и насчёт Америки как-то вот у меня всё-таки спокойно ношение сейчас то есть либо ты там родился и пригодился либо это для меня хотя с другой стороны не знаю таких людей которые очень себя хорошо чувствуют там музыканты просто ассимилируются конечно живут уже другой другая жизнь начинается совершенно то есть мне как-то вот не хочется терять того что есть и видимо не пройдено тут то что должно пройти то к чему тебя приготовили в этой жизни так скажем так вот а когда вы звонили с музыкантом совсем другим а ну это я помню что это было лет в пять когда мама меня повела как раз прослушиваться музыкальную школу помню она меня спрашивала ты точно хочешь заниматься музыкой я так подумал секунд 15 сказал точно это было настолько серьезно до сих пор это помню и вот сомнений не было никогда поэтому нет были конечно в музыкальной школе я вот сейчас вспомнил да такое было как раз когда вот появились в моей жизни вот это вот все как многие любят говорить появились beatles там rolling stones там когда вот эти советские пластинки там маленькие потом винил там фирменный у друзей вот когда это началось там музыкальной школе мы обменивались обменивались этими всеми дисками пленками бобинами и как-то ну тусовка там была такая тоже в музыкальной школе роковая уже тогда в общем то хотелось уже и по этой причине туда ходить в музыкальную школу ну но этюды черни там и вот это вот все бывало такое конечно что это все хотелось бросить вот и граммы там на начальном этапе первые два года это конечно лучше да лучше как многие скрипачи почему-то пришло на ум рассказывать что они играют там а люди там дети футбол играют им так хочется вот ну да такое есть такая тема была это первые два года буквально а когда появился рок-н-ролл и джаз уже я говорю что музыкальная школа она была тоже это такое место встреч тайное гламанов а вот там музыкальная школа когда вы учите здесь еще ну вы как-то представлялись в основном музыкальном будущем вот вы себя такими ненавидели нет тогда вообще никакого будущего не было в советское время там будущее какое там будущее было педагог музыкальной школы вот а нет у меня такой таких перспектив никогда меня не привлекали в будущее конечно меня там готовили московскую консерваторию поступить чтобы но потом какое там тоже будущее я думал что концертирующий там пианист с академической программой это тоже для меня как-то для меня как-то вот там джаз-рок там все вот это вот плюс рок такая музыка больше привлекала ну и вот к тому времени уже с родной начали начали открываться там работают в гармониях потом работают в кооперативах музыкальных то есть там можно уже было играть свою программу совершенно со своими песнями свои песни поэтому когда вот я когда меня отправили на исправление в армию то есть это пол я отучился половину там два с половиной года тогда еще перспектив особых а когда я уже вернулся там вот пристройка началась там уже видно что и работа была то есть для музыканта так что это очень такая приключенческая деятельность вы помните первую песню которую вы написали первую да в школе это было это еще мы играли в школе в Италии там то есть там такое мы играли сразу свои песни нас пел мой друг одноклассники Игорь вот у него была песня девушки посвящена Алена такая баллада там в стиле 50-х годов ну вот 50-х 60-х собственно вот у него очень много было винила я помню там Сантана там Диперпл Роллинг Стоунс все это вот у него его старший брат был и он был такой очень бизнесмен в то время в смысле бизнесмен хулиган гроза дворов с одной стороны с другой стороны очень такой как бы сказать парадоксальный человек к культуре тянулся и вот одна песня была его одна моя потом две моих там три то есть уже параллельно мы играли что-то такое даже подпольная машина времени тогда совсем она подпольная была еще нигде 70-е годы только появилась вот вот первая песня была про камни я помню сейчас такая в духовке что-то среднее между Пинк Флойд и blue такое вот хе-ххе ну конечно исполнический уровень был не особо но девчонкам нравилось то есть на школьных вечерах мы играли на танцах то есть это было очень круто все до 70 там какой 78 год помню в армии тоже тоже удалось играть даже в армии там писалось что-то на губу нас в армии отправили за мы еще отслужили где-то там полтора месяца и сыграли удачный концерт в принципе часть не музыкальная но у нас тоже там образовался бэнд с трех человек то есть там и мы сыграли концерт там всем и дидантам и всему начальству понравилось настолько что они нас выпустили в увольнение и мы попали на кубанскую свадьбу то есть это мы еще по моему присягу не приняли я присягу приняли только приняли и попали на эту свадьбу и общем кончилось это все достаточно этот компот трехлитровый достали очень крепкий оказался для новобранцев то есть итоге я пришел без фуражки без галстука часть и нас отправили на губу в части им не имела место и отправили на саш на в новороссийск то есть раз помню без визли через весь пляж в клетке то есть там она потом все это и приехали мы там долбили нам российский камень под автоматом все точно тоже было очень романтично потом вернулись начальство чувствовала себя виноватыми купили нам аппарат с тех пор мы играли там регулярно в армии то есть там раз раза три в месяц вчера то есть умереть не что что вы то есть это вы рождались да в тот момент интересная история ну помню то что свинью розовую помню которая летала вообще очень удивлен был в то время ведь еще не приезжали ну там был там джон я помню в твоем с рэй купером не приезжать там пианино и барабаны там что такое там чик корея там где-то в закрытых каких-то таких но это все такие локальные какие-то места там избранных были а так вот чтобы так вот это все на полном звуке они же привезли но несколько там ты трейлер там я не помню сколько этот аппарат вообще и звук был именно такой какой вот я помню в школе там этот винил там вечер хио там эти все animals и сыграно все то так же вот это то что мне было удивительно качественный звук живой то есть это было конечно в диковинку советское время было ощущение полного удовлетворения все что я могу сказать по этому поводу да да музыки ну что-то я умело влияние на вас поджимать или на то что вы видите себя в районе ну конечно а как бы разные просто периоды разные пристрастия так скажем там в школе хотя вот я так вспоминаю советское время вот эту вот школу там не было такого разделения на стиле как-то вот все вместе это было там beatles rolling stones там фрэнк запа и лапи это эмерсон лайки палмер там джет роталтон и блюзовые всякие вот какие-то там биби кинг причем диди перпл или дзепплин как-то такого антагонизма не было уже позже там возник там когда вот люди приверженцы более блюза там они как-то вот диди перпл стали немножко как будто это не совсем то там дзепплин это более дзепплин это таких не было вот тоже с появлением там новой волны после панка какое-то такое пошло уже разграничение на стиле но сейчас много интересного и в любой любом стиле в смысле предпочтительнее конечно для меня там скажем вот блюз с фанковыми такими влияниями свинг блюз арт-рок такой вот старый психоделический много пианистов вот из блюза из джаза такого джаз-блюза так скажем у всех перечислить тут и хватит программа кассет сейчас вот в силу каких-то таких узких своих таких специфических пристрастий мне сейчас интересны всякие органные трио то есть когда орган то есть там гитара и барабаны то есть например там или орган там еще кто-то там и барабаны то есть вот вот такого плана это очень много сфинг-блюза там фанк-блюза такого вот из старого они играют в таком виде в основном черные тоже люди современных много интересных вот такой если так нелюбимое слово формат вот в таком плане мне сейчас очень нравится какая-то такая музыка которая вне стилей тоже что-то на ум не приходит вот имен может вы сейчас просто будете наигрывать что-нибудь а мы ну просто поснимаем то есть и так вот и в